Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами снова вернёмся к теме умного дома. И в этом ролике я вам покажу, как можно с помощью системы умного дома собирать большое количество различных параметров с разных датчиков, а также хранить их историю в системе умного дома и визуализировать на различных устройствах, таких как планшеты, телефоны, телевизоры со Smart TV, ноутбуки, компьютеры и так далее. Я уже настроил систему на сбор двух параметров. Это температура и влажность вот с такого датчика DHT11. С него данные считывает модуль на базе ESP8266 и по Wi-Fi отправляет на серый румного дома, который в своём веб-интерфейсе визуализирует эти данные. Давайте посмотрим, как выглядит веб-интерфейс. Это практически дефолтное состояние его. То есть здесь всё можно перенастроить. И единственное, что я здесь добавил, это вот эта вот вкладка Климат DHT11 с двумя параметрами температура и влажность. Здесь они обновляются каждые 3 секунды. И в правом нижнем углу выведен график изменения этих двух параметров за последние 20 минут. На телефоне вы можете заметить, что выводится та же самая менюшка, которая была на планшете слева. То есть она является оптимизированным для мобильных устройств интерфейсом. Здесь та же самая вкладка. Открываем её. Выпадают два параметра температуры и влажности. По нажатию на график можем увидеть график за последние 20 минут. Вот. Таким образом это всё выглядит на устройствах. Итак, как же будет работать система? Как вы уже, наверное, многие поняли, система будет классическая, централизованная. То есть в центре будет стоять сервер умного дома. В моём случае он будет работать на Raspberry Pi второго поколения. Но в принципе система умного дома может работать на любом Linux PC или Windows PC. То есть она является кроссплатформенной. Сам Raspberry Pi будет установлен в каком-то шкафу слаботочки в конечном итоге. А пока идёт отладка, он просто будет лежать рядом с роутером. К нему будет подключен USB для запитки Raspberry Pi и будет подключен Ethernet для соединения с Wi-Fi роутером. Вот. Само администрирование системы будет вестись либо через терминалку по SSH, но это такие более системные функции. И основная настройка будет вестись через веб-интерфейс системы умного дома. Сейчас к этому мы плавненько подходим. Какая же система умного дома была мною выбрана? Это система Majordomo. Открытая бесплатная система. Автор её, его зовут Сергей. Он живёт в Белоруссии. У него есть сайт с форумом. На форуме довольно большое сообщество активных разработчиков, которые помогают поддерживать систему и развивать её функционал. У Сергея, кстати, есть канал на YouTube. Он есть у меня в рекомендуемых. На этом канале есть несколько роликов, демонстрирующих возможности системы. Что по поводу самой системы? Система Majordomo довольно гибкая, модульная. Всё управление системой производится через веб-интерфейс, через панель управления. В панели управления можно обновить систему целиком до последней версии. Можно сделать резервную копию, восстановить из резервной копии. То есть, все настройки восстановить. Причём, вот этот механизм резервного копирования может использоваться ещё и для переноса настроек с одной системы на другую. В том числе с одной платформы на другую. Собственно, я так и делал. Я сначала установил систему на свой Windows ноутбук. Отладил там всё взаимодействие с железом и все внутренние механизмы. То есть, используя Wireshark, то есть снифер сетевого трафика. Всё, когда уже было полностью отлажено, я просто сделал резервную копию и восстановил эту резервную копию на Raspberry Pi. И всё сразу же заработало. Это очень удобно. Здесь же в панели управления есть маркет дополнений. То есть, довольно удобно прямо из панели управления можно скачивать новые модули, обновлять их, тем самым расширяя функционал системы, добавляя поддержку новых протоколов, сервисов и так далее. В частности, есть модуль поддержки приложений для умных часов Pebble. Есть различные сервисы отправки данных на народный мониторинг, например, отслеживание посылок, различные погодные сервисы, Google календарь, импорт и так далее. Модуль для рисования графиков, который сегодня тоже будем использовать. РСС-каналы, GPS-трекер. Этот модуль может использоваться для накручивания различной логики поведения системы при, например, приближении вас к дому или отдалении от дома на основе GPS-координат. Есть модули интернет-радио. Кстати, интернет-радио уже встроено в дистрибутив для Raspberry Pi и сразу же из коробки начинает работать. Есть модуль для управления телевизорами Smart TV от LG, который с моим телевизором, кстати, сразу же заработал. Ну и самое, может быть, даже главное – это модули поддержки различных протоколов и различных аппаратных модулей. То есть, Uniel controllers, Mega D и ещё много всего. Протокол MQTT поддерживается, например, с Z-Wave, SNMP, OneWare, который, кстати, особенно в недавнее время довольно популярен в умных домах. Вот BAS промышленный протокол тоже очень простой и популярный. И так далее. В общем, много всего поддерживается за счёт вот этих модулей расширения. Кстати, для Raspberry Pi автор сделал специальный образ. Он отличается немного от обычного развертывания системы на Linux тем, что снижено количество записей на флешку за счёт использования оперативной памяти для хранения базы и периодического скидывания раз в 10 или в 15 минут на флешку, что, по идее, должно продлить срок службы флеш-накопителя. Для того, чтобы передать данные с модуля в нашем случае ESP8266 в систему умного дома, нам для начала нужно определиться с протоколом обмена. И если бы мы с вами выбрали какой-то стандартный промышленный контроллер вместо ESP8266, у нас бы особого выбора не было. Но в данном случае выбор есть. Я посмотрел протоколы, которые существуют на сегодняшний день в этой области, и выбрал протокол MQTT. Это протокол довольно свежий. Последняя спецификация датируется 2014 годом, и протокол как раз набирает в последнее время широкую популярность именно в системах умного дома. Итак, протокол MQTT подразумевает, что в сети есть узел, который называется брокером. И есть один либо несколько клиентов. Давайте для простоты нарисуем 2. Клиент 1 и клиент 2. И задача протокола в том, чтобы обеспечить обмен сообщениями между клиентами. Но в этом протоколе обмен сообщениями всегда идёт через брокера при помощи механизма подписок на темы. То есть, каждое сообщение от клиента, летящее к брокеру, оно сопровождается темой. Тема – это такая строка. Сейчас посмотрим, какой она вид имеет. И давайте рассмотрим пример. Допустим, клиент 1 содержит набор реле, управляет релюшками. И в этом случае, если он должен управлять релюшками по внешним командам от других клиентов, он подписывается на определённые темы сообщений или на определённые топики в терминологии протокола. То есть, он, например, подписывается на топики такого вида. Это косая черта. Она, кстати, не обязательно. Relays, например. Группа реле первая, например. И дальше решёточка. Решётка означает, что клиенту первому по такой подписке будут прилетать все сообщения, у которых в топике, в теме указано. Касая черта – Relays. Касая черта – группа первая. Касая черта… И тут все реле, в том числе тут могут быть подгруппы и реле. Тоже этот клиент будет получать состояние этих реле. И, соответственно, он может отрабатывать эти сообщения. При этом может быть такая ситуация, что клиент один не только содержит реле, но и что-нибудь измеряет. Например, температуру. В этом случае он брокеру шлёт сообщения, в которых в топике указывает. То есть шлёт сообщение или по-другому публикует. Публикует топик, например, вот такого, с таким вот топиком сообщения публикует. Температуры. Т1, например. При этом все клиенты, которые подписаны на температуры или на температуру конкретную Т1, либо на всё вообще подписанное, они получат в том числе вот это сообщение с температурой 1. К примеру, пусть будет клиент 2 – это клиент, который управляет климатическими системами. И ему, соответственно, нужны данные в том числе по температурам, по влажностям и так далее. В этом случае, чтобы он получал температуры, он подписывается на топики вида. Темп и также решётка. То есть он все будет температуры получать, в том числе какие-нибудь вложенные, если такие будут. Кстати, чтобы не получать вложенные, можно вместо решётки указывать плюс. Тогда только этого уровня топики будут прилетать к клиенту. Вот. Он получает температуру с этого клиента, с других каких-то клиентов. Кучу температур может получать и на основании какой-то логики он может, например, включать какие-то исполнительные устройства, вентиляторы, кондиционеры и так далее. В том числе может переключать реле первого клиента. Тогда он публикует сообщение с топиком, например, относящимся к реле первой группы в том числе. Например, GR1, например, первое реле. Ну и в телесообщении уже, например, состояние реле или единичку. Таким образом, получат это сообщение все клиенты, подписанные на эту группу реле, в том числе клиент один, который сможет отработать это воздействие. Вот. Такой довольно гибкий механизм подписок и публикации сообщений. Брокер является тупым рассылщиком, по сути, этих сообщений. Но какую же роль выполняет мажордом? Мажордома является просто еще одним клиентом. Клиент третий мажордома. Который тоже так же, как и все клиенты, подписывается на определенные топики, на интересующие его. Например, он может быть подписан на все топики, начинающиеся с косой черты. То есть, он будет получать и температуры, и состояние реле, все изменения, и там какие-нибудь влажности, еще что-нибудь, давление и так далее. Вот. Такой простой механизм используется. И протокол MQTT, он поддерживается многими библиотеками, он поддерживается прошивкой NodeMCU, которую я как раз использовал здесь. Вот. Также узлами вот этими клиентами могут быть какие-нибудь Arduino, микроконтроллерные устройства, у которых есть сетевой интерфейс или Ethernet, или Wi-Fi, потому что протокол MQTT, он работает поверх либо TCP, либо WebSocket. И еще есть один такой момент. Дело в том, что по спецификации каждый клиент, когда устанавливает соединение с брокером, он сообщает ему идентификатор своей версии протокола. Последняя версия на сегодняшний день 3.1.1, но она соответствует идентификатору 4.1.1. И если клиент, например, поддерживает версию 3.1.1, а брокер не поддерживает эту версию, то брокер обязан отклонить это соединение и ответить отказом. И с этим как раз у меня была проблема на Raspberry Pi. Я отладил обмен ESP. У меня клиентом являлась ESP. Она подключалась к брокеру на винде Mosquito. И на винде и на Raspberry я использовал этот брокер Mosquito. И на винде все прекрасно работало, а при переезде на Raspberry Pi почему-то брокер отклонял соединение. И вот оказалась как раз причина в том, что когда я ставил Mosquito на Raspberry Pi, я его брал из репозитория Разбиена, ну из каких-то стандартных репозиториев, и там была не последняя версия Mosquito. Она не поддерживала 3.1.1, которую поддерживает NodeMCU, начиная с начала прошлого года. Соответственно, из-за этого у меня не приходили сообщения брокеру, не рассылались клиентам, не попадали в мажор дома и ничего не работало. Вот поэтому обратите на это внимание. В итоге я поставил Mosquito из официального репозитория Mosquito и тогда все прекрасно заработало. Итак, программа для NodeMCU на языке LOA устроена следующим образом. Для начала нужно вбить вот эти константы в начале программы. Две из них нужны для подключения к точке доступа, авторизация на точке доступа. Дальше IP-адрес брокера MQTT. Так как у меня брокер Mosquito запущен на Raspberry Pi, я указываю IP-адрес Raspberry Pi. Порт 1883 – это стандартный порт для протокола MQTT. Клиент ID должен быть уникальным у всех клиентов, но так как у меня клиент один, то проблем нет. И юзернейм, пасворд для подключения к брокеру, но на брокере у меня включен гостевой вход, поэтому пустят в любом случае. Ну и номер пина NodeMCU, к которому подключен измеритель температуры и влажности. Так, логика программы построена на двух таймерах. Один из них, нулевой таймер, работает с периодом в пять секунд и он следит за наличием подключения к Wi-Fi точке доступа. То есть, если подключения нет, то он инициирует reconnect. Если же подключения не было и оно появилось, то выполняется вот этот код, где создается новый клиент MQTT, устанавливается соединение с брокером и запускается первый таймер с периодом 3 секунды, который как раз занимается измерением температуры влажности и отправляет, то есть, публикует сообщение у брокера с топиком вот следующим. То есть, два топика публикует ESP DHT Temp и ESP DHT Hume. Если же в таймере нулевом соединение было и оно по-прежнему есть, то этот код не выполняется, соединение не переустанавливается, а вся обработка сообщений, если они будут приходить, она в обработчиках событий соединения будет выполняться. Вот такая, в принципе, простая логика. Давайте зальём эту программу в NodeMCU. Всё, соединение с точкой установлено. И пошло измерение и отправка по MQTT значений. В теле сообщения летит 27.0 и 38.0. Ну, в виде строки, то есть. Дальше. Этот файл у нас теперь на модуле под таким именем. Но чтобы он автоматически запускался после подачи питания, нам нужно его переименовать в INIT. Так, давайте его переименуем. Всё. И теперь можем перезагрузить. Скрипт уже запустится автоматически. NodeMCU подключится к точке доступа, подключится к брокеру, если он есть в сети, и начнёт ему засылать данные по температуре и влажности. Вот. На этом этапе мы можем проверить, насколько успешно работает клиент на NodeMCU и брокер. Например, установив клиент какой-нибудь MQTT протокола на ваше мобильное устройство Android или iOS устройство. Например, вот на планшете я подключаюсь к моему брокеру Mosquito и подписываюсь на все сообщения. Это исторические два сообщения. И вот пошли влажность и температура. Всё. То есть, связка Mosquito брокера этого протокола и модуля ESP с датчиком, она уже успешно работает. Теперь осталось всё донастроить в Majordomo. Итак, в Majordomo для начала нужно установить модуль дополнения, который будет добавлять поддержку протокола MQTT в Majordomo. То есть, это делается просто в два клика. В панели управления открываем маркет дополнений, ищем клиент MQTT. Где он тут? Вот он. Он у меня уже установлен, но по умолчанию его не было. Просто здесь нужно нажать кнопку «Добавить». И после этого сразу же появляется в панели управления в разделе устройства пункт MQTT. Переходим туда. Так, тут уже у меня введены настройки. Это настройки клиента протокола MQTT, встроенного в Majordomo. То есть, Localhost – это имя узла, где стоит брокер. То есть, так как брокер на той же Raspberry Pi установлен, брокер Mosquito, то здесь стоит Localhost. Порт стандартный для этого протокола. И подписка на, по сути, все сообщения, начинающиеся с косой черты. Авторизация у меня в Mosquito отключена, поэтому это можно не заполнять. И мы видим, что клиент в Majordomo уже получил сообщение от модуля ESP8266. Вот здесь метка времени, она будет обновляться, если мы будем обновлять страницу. 56 секунд стало. 36 минут 0 секунд и так далее. Все. То есть, клиент в Majordomo уже получает данные по температуре и влажности. Это два сообщения. Это исторические. Я при тестировании из планшета отправлял. Нас интересуют вот эти два. Дальше. Нам нужно вот эти данные, вот эти два сообщения привязать к объектам, к свойствам объектов. То есть, объекты, я напоминаю, это такая промежуточная прослойка внутри системы Majordomo. Для привязки нажимаем на вот эту кнопку редактирования. И здесь нам нужно выбрать объект. Но объект я еще не создал, поэтому перехожу в меню в объекты. Так. И здесь мы с вами создадим сначала новый класс. Так. Без родителя. Класс будет называться у нас, например, Sensor. Давайте назовем. Я его уже в прошлый раз создавал. И описание напишем в датчике. Всё. Создаём класс. Классу теперь нужно добавить свойства. То есть, свойства, в котором будут храниться значения различного измеряемого параметра. То есть, температура и влажности. Добавляем новые свойства. Назовём его Value. То есть, значение. Пишем написание значения. Измеряемого параметра. Так. Метод нам запускать не нужно при изменении. Хранить историю дней. Вот этот параметр, кстати, обязательно для построения в дальнейшем графиков. Потому что графики строятся по историческим значениям. Так. Ну, давайте пусть будет 30 дней. Добавляем свойства. Теперь у всех объектов класса Sensor будет свойство Value, которое будет храниться в базе в течение 30 дней. Дальше. Давайте добавим объекты. Нам нужно добавить два объекта. Так. Один из них будет содержать значение температуры. Temp1. Класс Sensor. И в описании пишем… Давайте напишем измеритель температуры. Номер 1. Здесь же можно выбрать местоположение этого измерителя. То есть, в какой комнате. этот перечень местоположение комнаты тоже редактируется в панели управления. Ну, давайте выберем Hall. Пусть будет. объект. Все. Объект создан. Давайте создадим еще один объект. Назовем его Hume. Hume1. Тоже класс Sensor. Описание. Измеритель влажности. Сохраняем. Все. Теперь у нас есть два объекта. Температура и влажность. Вот они два, расположенные в холле. У каждого из них есть свойство Value. Теперь вот это свойство Value нам нужно связать с теми сообщениями, которые мы получаем из MQTT. Переходим в раздел MQTT. Убираем «Редактировать» на влажности. Вот она наша влажность. Топик, соответствующий этой влажности. Текущее последнее значение. Установить значение нам не нужно. Связываем его с объектом влажности, измерителя влажности. Свойство Value. Сохраняем. Все. Привязка создана. Теперь для температуры то же самое. Выбираем измеритель температуры. Свойство Value. Вот так вот все это выглядит. Сохраняем. Все. Таким образом теперь у нас в системе есть два объекта, у которых в свойстве Value постоянно обновляется, ну, с периодом в три секунды, значение температуры и влажности. Мы можем это значение посмотреть в свойстве. Так, например, температура последняя 23 градуса. Все. Теперь у нас в системе есть такие объекты. Осталось нам всего лишь вытащить эти свойства объектов куда-нибудь в меню. Открываем меню управления. Это редактор меню управления. Создаем здесь новый пункт. Так, давайте назовем его климат DHT11. Так, приоритет определяет положение в списке. Выше-ниже. Давайте побольше поставим. Например, 20000. Это будет первый пункт. Так, у него будет тип Select. Это корневой элемент. Период обновления не нужен. Ничего больше не нужно. Все. Корневой элемент в меню у нас появился. Давайте посмотрим на него. Так, видимо, больше 20000 управления. Ну ладно. Он пока не разворачивается. Ничего с ним не делается. Потому что внутри у него ничего нет. Давайте его наполним теперь. Так. Кстати, можно было изнутри это сделать. Здесь есть кнопка Добавить. Дочерние пункты. Так, давайте добавим температура 1. Приоритет здесь уже не так важен. Так. Мы можем добавить просто как текстовое поле. Добавляем. У нас появятся сейчас дополнительные параметры настройки. Здесь мы можем указать связанный объект для температуры. это измеритель температуры. То есть, объект, который мы до этого создавали у него, свойство Value. Все. Сохраняем. У нас сейчас появится в меню текстбокс с температурой. Вот он появился. Аналогично можем для влажности то же самое произвести. Но текстбокс здесь не совсем компактный. И не совсем удобный. Поэтому давайте поменяем тип этого поля. С текстового поля на html-блок. Вот. И здесь в данных мы пишем строку. Например, температура. Дальше процент. Дальше имя объекта. В данном случае темп 1. Точка. И имя свойства. Value. Процент. Теперь у нас должна быть выведена вот такая вот строка. Температура и значение температуры. Сохраняем. Смотрим, что получилось. температура 23.0. Ну, можно еще дописать градусов. Так. И давайте еще один элемент на этом же уровне создадим. Название влажность. Так. Приоритет не важен. Тип тоже давайте html-блок сделаем. Сохраняем. Влажность. И также процент html-1. Вылью. Процент. Все. Так. Связанный объект уже в данном случае не нужен. Да. Я еще забыл указать период обновления. Давайте те же 3 секунды укажем. И у температуры тоже поправим. Индектировать. Так. Период обновления тоже 3 секунды ставлю. Теперь давайте проверим, как наши параметры вывелись в меню. Вот они, наши параметры успешно вывелись. Единственное, что меня смущает, то, что нужно кликать на климат DHT11 для того, чтобы перейти потом во внутреннее меню. Чтобы этого не происходило, нужно вот этого корневого элемента, климат DHT11. Измените один параметр. Вот этот. Загружать дочерние элементы в раскрывающуюся область. Ставим «Да». И теперь смотрите, как в меню это выглядит. Вот. По-моему, так намного лучше. Итак, теперь давайте выведем наши эти два параметра в виде графиков. Для рисования графиков можно использовать, например, дополнительный модуль «Charts». Давайте его и задействуем. Добавляем новый график. Назовем его «Klimat DHT11». Период, который будет отображаться на этом графике. Давайте сделаем небольшой для демонстрации. 2-3 минуты. Пусть будет 2 минуты. Так. И теперь осталось привязать данные. Так. У нас будет два графика. Это температура. Вернее, две кривые на одном графике. Температура и влажность. Сохраняем. И осталось привязать к свойствам объекта и выбрать тип графика. Пусть будет тип графика «Spline». Температуру привязываем к свойству измерителя температуры. Влажность привязываем к свойству измерителя влажности. Свойство «Value». Сохраняем. Так. И вот он, наш график уже есть. Так. Только он очень редко сейчас будет здесь обновляться. Но нам это и не нужно. Нам нужно вытащить его куда-нибудь на основной экран. Например, давайте вот здесь внизу под приветствием выведем. Для того, чтобы вставить этот график куда-нибудь, или в меню, или сюда, или сюда, нужно использовать либо вот эту строчку, либо вот эту. Давайте вот эту строчку копируем. И для того, чтобы отредактировать экран «Добро пожаловать», открываем пункт «Домашние страницы» в панели управления. Вот он «Добро пожаловать», редактируем его. И добавляем в конец ту строку, которую скопировали из чарцев. Так. Высота пусть будет 400. Вот интервал обновления пусть будет 3 секунды. Ну вот, в общем-то, и всё, по идее. Давайте проверим. Вот и всё, график готов. Вот он так обновляется теперь каждые 3 секунды. Вот так вот довольно быстро и просто мы с вами добавили два новых измеряемых параметра в систему управления умным домом и жар дома. Поначалу, конечно, мне эта система казалась очень непонятной, и была полная каша в голове. Не было понятно, как она устроена внутри, как работают объекты, свойства, методы и так далее. Но сейчас постепенно уже всё встаёт на свои места, и система не кажется такой страшной. Она кажется уже гибкой и мощной. Поэтому, по крайней мере, пока я остаюсь на этой системе, буду строить систему умного дома на базе мажор дома. Надеюсь, ролик вам был интересен и полезен. Желаю всем, как всегда, удачи и успехов. Всем пока.